В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Самокат». В полдень загородный парк Самары. Пешеходов парки, как всегда, много, а между ними снуют в обе стороны велосипедисты, самокатчики, скейтбордисты. На двух колесах, кого только нет, курьера с квадратными сумками за спиной, подростки, лихачи. У входа дежурит наряд ДПС, увидев который, одни предпочитают сразу свернуть, другие аккуратно спешиваются, третий так и гонит на электросамокате по зебре. Последние мгновенно попадают в поле зрения инспекторов, потому что по правилам так делать нельзя. В настоящее время на территории города Самары зафиксировано несколько дорожных происшествий с участием именно данной категории лиц, в которых участники получили различные степени тяжести. Поэтому данное мероприятие как раз и направлено на то, чтобы разъяснить лицам, управляющими средствами медиальной мобильности, определенный порядок и правила дорожного движения. За первый час рейда сотрудники полиции остановили как минимум пятерых самокатчиков-нарушителей. По правилам дорожного движения ехать на самокате можно со скоростью не более 25 км в час, а весить сам гаджет должен не больше 35 кг. Отметим, что все прокатные средства индивидуальной мобильности этим требованиям соответствуют. Вопрос только к технике, которая находится в личном пользовании. Антон приобрел самокат, недавно купил всю необходимую экипировку. Передвигался по правой полосе дороги с разрешенной скоростью. Признается, что нарушать правила как минимум опасно для здоровья, а порой и для жизни. Очень важно соблюдать правила дорожного движения, которые вступили с 1 марта этого года. Это открывает новые возможности для данного вида транспорта. Для города в теплое время года это уникальная маневренность. Я водитель с 20-летним стажем, но я могу сказать, что с момента приобретения самоката я за руль присаживался только один раз, когда мне нужно было перевезти какую-то габаритную историю. Для меня электросамокат сейчас является идеальным транспортным передвижением в городе. Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям средств индивидуальной мобильности неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. При выезде из жилой зоны самокат обязан наступить дорогу всем участникам движения. Запрещено движение по автомагистралям, в том числе по обочине. Один самокат – один человек. И главное правило – на пешеходном переходе пользователь электросамоката обязан спешиться. Редактор субтитров А.Семкин